Добрый день, друзья и мои друзья! В пятницу был в эфире наш разговор с Олегой Цыплаковой. Я оставлю ссылку на полную беседу в описании, а здесь воспроизведу лишь один фрагмент, который лично мне представляется любопытным. Вообще, в принципе, конечно, Цыплакова – это легенда нашего кино, но со своей точки зрения, с профессиональной, я скажу, что она еще совершенно замечательная и собеседник. Просто подарок интервьюеру, как я говорю в таких случаях. Вот я помню беседу с вашим коллегой, с Бурляевым, и вы говорили про цензуру, что раньше была цензура, сейчас совсем нет цензуры. И как-то это повисло в воздухе. То есть вы до конца, как мне кажется, не договорили. Я вашу позицию не совсем для себя четко понимаю. Вы считаете, что в принципе нужна в вашем ремесле, в кинематографе, в сериальной работе какая-то цензура? Она все равно есть, потому что все равно редактура на каналах принимает, она какие-то вещи все равно требует делать или что-то убирать. Я считаю, что самое главное, это внутренняя цензура человека, который занимается чем-то. Я, например, на уровне сценария убираю то, что я считаю, что не должно выходить на экран. Например? Ругань бесконечную. Вы имеете нормативную лексику? Да, и это тоже я убираю. Мне не нужно, чтобы у меня курили. Я говорю, давай без сигареты умного сыграй. Понимаешь? Это я запомню. Да-да-да. Представляете, вот буква сочетания, черт. Мне 288 серий, каждая страница 5 раз помен. А это вот буква сочетания в русской речи, это заклятие. Это заклятие. Только в русской речи? Ну, в общем, да. Я с этим работаю, поэтому я про это и говорю. Я это убирала, я заменяла какие-то слова. У меня авторы решили справочник по магии использовать. Ну, проще. Взял, списал, не надо думать. А я думала, как мне это дело сделать так, чтобы это не было магическими обрядами на экране. Свечки горят, ручками машут, но только чтобы это не было обрядом, потому что экран передает энергию очень мощную. И это все очень заволакивает. Я же, когда работаю, я, в общем, стараюсь не оправдывать никогда герои, когда совершают какие-то поступки, потому что я, вот даже семейные тайны, я просто с позиции заповеди разбирала все куски, чтобы мы не оправдывали зла. Мы называли все своими именами. Украл, струсил, ненавидит, там, то-то, то-то. Тогда это совершенно по-другому действует. У меня была потрясающая история, как вышел первый мой сериал «Семейные тайны». Ко мне подошла одна юрист и говорит, Лена, у меня 10 человек, 3 дня шли, забирали иск и разделили имущество. А там такой, ну, современный король лир заболел раком. Главный герой, банкир, раздал деньги детям, и началась драка за деньги. И она говорит, я испугалась, я думала, со мной не хотят работать. Она говорит, я последнего спрашиваю, почему вы забираете иск? А он говорит, а, знаете, посмотрели сериал «Семейные тайны» и думали, что мы делимся? Ну, хотят, чтобы им принадлежат, да пусть принадлежит. Она говорит, ну, вам же никто денег не вернет, то, что вы заплатили. Он говорит, что такое деньги, мы к Богу идем. У нее был шок, у меня был шок, но это было, вот для меня это, наверное, лучшая реакция на то, какая может быть на фильм. Потому что люди себя выдернули из ада. Кто делится? Самые близкие люди. Партнеры, бывшие мужья и жены, родственники и так далее. То есть они находятся в ненависти, в обиде. Ну, то есть масса проявлений негатива друг к другу. Вот люди себя выдернули одной только юристке, 10 человек. Ну, это же здорово. То есть кино, на мой взгляд, я считаю, что это своего рода такой опосредованный жизненный опыт для людей. Особенно сериальной продукции, когда это надолго, когда много судей, много ситуаций. Человек может не быть в этих ситуациях, но подсознательно все равно вырабатывает какое-то свое отношение к тому, что видит. И это тоже очень важно. Знаете, в Евангелии замечательная фраза, которая может быть такая, эпиграф для работы творческой, для меня, по крайней мере. Совершенные те, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот в этом смысле искусство, по-настоящему нравственное и духовное, оно может помогать людям разобраться в себе, в своих проблемах, стать лучше, стать совершеннее. Мне еще нравилось одно интервью у Антонова, его президента Тушкинского музея. Она говорит, я хочу быть нагружена высшим смыслом. Тогда я к этому преподаю. Кое-что и я могла сказать, она говорит. Но, говорит, меня, говорит, а я считаю, что искусство, вот русское искусство всегда было этика и эстетика. Два таких фактора, этическое и эстетическое, очень важно. Когда это уходит, это творчество, но уже не искусство. Хорошо. И мне это очень нравится, поэтому это, в общем, очень важно. Что ты несешь, чем ты пытаешься взволновать. Я не могу делать то, что у меня там с холодным носом, я берусь только за материал, который меня саму волнует. Продолжай разговор про цензуру. В советское время ведь была цензура еще и идеологическая. Она была жесткой и не всегда, может быть, она... Но она заставляла людей, может быть, более творчески, что ли, находить язык, как говорить о том, что хотелось, если это не воспринималось. Все равно должна быть некая цензура. Но я считаю, что в первую очередь у самого человека, который работает. Я не могу себе позволить, допустим, сделать какие-то вещи. И я не буду этого делать на экране, и я не буду этого снимать. Или я буду находить форму, как это показать, чтобы человек понимал, про что я говорю. То есть всегда можно найти какой-то язык, какие-то образы. Цензура бывает разная. Ведь тоже все очень личное. Ведь любой редактор, это тоже, так сказать, его образование, его понимание, его, так сказать, творческие какие-то желания или нежелания. Это иногда бывает чудовищно. Редактура должна быть грамотная, и она должна быть творческая. Человеческий фактор важен. Кто? Что за этим человеком стоит? Какое у него образование? Какие у него пристрастия? Творческие такие. Поэтому бывает нормально, бывает не очень. Бывает борешься с этим. Вопросы о цензуре и религии. Очень многие люди, не только у нас в Латинской Америке и в Южной Европе, считают, что недопустима экранизация, допустим, каких-то вещей, связанных с Сыном Божьим. Грандиозное кино «Страсти на Христово». Грандиозное, на мой взгляд, необходимое. Для того, чтобы люди хоть на секундочку задумались, какова была жертва. Я считаю, что это здорово. А ответственность актерская, когда актриса играет, не знаю, Марию. Да. Или, ну вот... Я поставила спектакль «Мать Иисуса». Да, да, да. Вы знаете, была поразительная история. Я говорю, да, об этом, да. Александр Володин, современный автор. Там все виды отношения к воскрешению по персонажам разложены. Я единственное, что добавила в финале, у меня в финале все персонажи выходили в светской современной одежде со свечками. И одна из героинь говорила залу «Иисус Христос воскрес!» и зал отвечал. Воистину. И это было вот удивительное такое. Мы однажды показали спектакль в Москве, и вы знаете, после этого было обсуждение. И один из пожилых людей, такой драматург, серьезный дядька, встал и сказал, у вас там есть фраза такая, кто-то здесь ходит. Так вот он ходил. И потом еще женщина одна говорит, вы знаете, у меня было абсолютное ощущение присутствия Божия во время спектакля. Происходили разные вещи. Я даже видела, как иногда бесноватые начинали проявляться. Я сидела, смотрела спектакль, допустим, когда шел. Передо мной женщина сидела. Я начинала вот так говорить, копаться в сумке, и так далее. То есть настолько актеры включались вот в эту историю и с душой работали с отношением, что действительно совершенно другая атмосфера. Однажды одна женщина сказала, говорит, я 15-й раз на вашем спектакле. Его сейчас сняли, потому что пришло другое начальство. Но вот это ощущение, когда все ради, собрались ради того, чтобы на эту тему поговорить. И вот Леночка Охапкина, которая играла Марию, она потрясающе работала. Очень хорошо. И я говорю, что вот иногда поразительные вещи происходили в зале, и ее просто воспринимали простудить. Она мать такая была настоящая. Люди плакали. Я сегодня думала, думаю, может быть, взять, потому что спектакль закрыли. А у меня художник Леночка Петровская сделала... У нас придумано, что в финале она берет вот эту рубаху, окровавленную плащаницу, сворачивает как ребенка, и вот с этим стоит и молится ее последняя молитва, что, может быть, ты ко мне появишься и придешь. Люди рыдали. Потому что она выходила вот так вот, я растягивала, а потом сворачивала, и вот молилась.